Всем привет! Меня зовут Оля и я очень люблю заваривать кофе различными способами. Сегодня мне поможет Яна, кофе-тренер из JS Barista Training Center. Привет! Яна научит нас, как правильно заваривать кофе во френч-прессе. Френч-пресс очень удобный способ, потому что он везде продается. Его можно приобрести в обычном магазине, купить вкусный кофеек и заварить воду правильной температуры. Мы берем френч-пресс и немного его промываем горячей водой, чтобы он стал горячим. Так, немного размешиваем и выливаем. Да, опять же возвращаемся к нашему правилу, что всю посуду, в которую мы будем погружать кофе, нужно подогревать. Совершенно верно. Берем необходимое количество кофе на 300 миллилитров. Это наш френч-пресс. У нас это 17 грамм грубого помола. Так, так, так. А 17 грамм это сколько у нас ложек? Ну, ложки 4-5 наверно. Ага. Засыпаем. Засыпаем. И как только начинаем заливать, мы включаем секундомер. Сколько мы будем его заваривать? Примерно 3-4 минуты. Я уже готов. Все, я тоже. Раз, два, три. Сначала мы осуществляем предзаваривание, так называемый блюминг, когда мы весь кофе заливаем водой небольшим количеством, примерно 100 миллилитров и даем ему постоять 30 секунд, чтобы он заварился и питал себя вот эти первые пары. Хорошо, ну вот уже 30 секунд как раз и прошло. Окей, теперь заливаем оставшийся объем. Тонкой струйкой, не спеша, водой горячей, но не кипятком. Примерно 88-95 градусов. Потому что если заваривать кофе кипятком, то его вкус потеряется. Угу, да. Все, мы закончили. Устанавливаем наш поршень, но с самого начала его не надо погружать. Надо дать завариться, вот это время выждать. Подготовить чашки, вот что мы сейчас и сделаем. Вся посуда ведь должна быть теплой, и мы сейчас разогреем чашки. Еще одно очень серьезное правило, что к кофе должна подаваться вода. Потому что кофе, у него присутствуют дубильные вещества. Я вот думала иногда, зачем это делают. Я думала, чтобы ярче вкус раскрывался, но это, наверное, просто, чтобы комфортно было пить. Да. Но к эспрессо, то это вот обязательная подача. Потому что эспрессо короткий напиток и очень-очень концентрированный. Да. То есть надо, можно сказать, омыть полость рта водой, чтобы каждый новый глоток воспринимался по-новому. У нас уже практически вот и прошли наши три минуты. Собственно, мы сейчас и можем слегка надавливая опускать поршень. Можешь ты это сделать? Я? Да. Ура, мне доверили. Френч-пресс, на самом деле, очень классное устройство, потому что в нем можно и кофе заваривать, и чай. Все, напиток готов. Он отфильтрован. Френч-пресс это самый древний способ, можно так сказать. И после него идут разные его усовершенствования. Дальше будем рассказывать, что есть еще аэропресс. Это потомок френч-пресса. О, ну все ясно, хорошо. Да. Сейчас мы будем разливать и дегустируем. Пожалуйста. Мы перемежаем воду и кофе или не обязательно после кашты? Это уже по твоему желанию. Ммм, горячий, но тоже очень насыщенный. Все-таки количество кофе тоже очень сильно влияет на его вкус. Это логично. Просто чаще всего, как у нас люди боятся кидать очень много кофе, и засыпят ложку-другую, и потом обижаются, что напиток не получился. Здесь у нас почти 4 ложки. Да, да. На самом деле это можно легко вычислить. Есть такая пропорция. Ага. То есть на 1000 миллилитров воды берется 55 грамм кофе. Ага. А если вот в данном случае мы пропорцию выставляли на 300 миллилитров, мы 300 умножаем на 55 и делим на 1000. Яна, спасибо большое, что все рассказала. Теперь мы все знаем, как вкусно приготовить кофе в франч-прессе. Ребята, можете попробовать и написать в комментариях, что у вас получилось. Если вы завариваете кофе каким-то другим способом, тоже напишите. Мы с удовольствием почитаем. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...